Добрый день, коллеги! Я всех приветствую на видео, которое называется Microsoft Outlook App для iOS и Android, где мы поговорим о новом приложении для мобильных устройств. Приложение вышло недавно, но уже успело наделать много шума. Мы как раз поговорим о том, почему оно наделало много шума и как к этому относиться. Прежде чем приступим, позвольте мне представиться. Меня зовут Рутилья, я преподаватель в Центре компьютерного обучения «Специалист». Последние 6 лет специализируюсь на таких продуктах, как Microsoft Exchange, Microsoft Link и SharePoint. Читаю курсы, естественно. Также я являюсь руководителем в интеграторе Meaton, где мы внедряем Link, внедряем Exchange. На текущий момент я действующий MVP, у меня есть свой YouTube-канал, так что если хотите регулярно просматривать подобные видео, можете подписаться. Итак, давайте с вами приступим. Буквально несколько недель назад, чуть больше, наверное, несколько месяцев, Microsoft анонсировала новое приложение Microsoft Outlook для мобильных устройств. Данное приложение, оно напрашивалось уже давно. Те, кто пользуются айфонами, те, кто пользуются Android-устройствами, видят, что приложений для работы с электронной почтой много, но все они уступают Outlook. То есть хочется нормальный Outlook на мобильном устройстве, чтобы не перебирать кучу андроидовских приложений, а взять одно родимое, которое будет поддерживаться Microsoft, где будет по минимуму всяких багов и всего остального, которое будет регулярно обновляться. И когда объявили о том, что выходит Outlook бесплатный, Outlook для мобильных устройств, народ, честно говоря, обрадовался. Но радость была недолгой. Простой немецкий парень по имени Рене, который живет в Дортмунде, он специалист по IBM, решил потестировать новый Microsoft App и провел некоторые тесты. И на основании своих тестов он выпустил несколько статей, которые как раз шума и наделали. То, что он пишет в этих статьях, оно не является какой-то тайной, каким-то секретом или каким-то тайным знанием. Просто Рене – это первый парень, который заметил и обратил внимание на определенные вещи. Итак, поехали по порядку. Во-первых, Outlook App для мобильных устройств имеет встроенный коннектор для облачных сервисов хранения данных. Для таких сервисов, как OneDrive, Dropbox, Google Drive. Причем вы можете к Outlook подключать не какие-то там корпоративные аккаунты, вы можете подключать личные аккаунты. Что же получается? Получается, что, ну, естественно, вы можете брать там из Dropbox файлы, отправлять по электронной почте. Вы можете брать вложения и сохранять их на Dropbox, Google Drive и тут же моментально их шарить, открывать доступ через облачные сервисы. И здесь администратор абсолютно никак это контролировать не может. То есть коммуникации между Outlook и приложением, допустим, Dropbox через коннектор, оно Exchange серверу не подвластно. То есть банально там двумя кликами приказ по предприятию выкладывается в папку на Google Drive и все его видят. Случайно, специально, не суть важна. И вы никак это не проконтролируете. Но да, на мой взгляд, как бы это проблема. Но это не единственная проблема. Начал копать дальше. И если вы работали с мобильными устройствами до этого, то должны знать, что при подключении через ActiveSync, каждое устройство имеет уникальный идентификатор. И, в принципе, к одному почтовому ящику можно подключить 5-6 устройств. Вот у меня, например, 4 устройства синхронизируются с ящиком. И администратор и конечный пользователь всегда по названию и по идентификатору устройства может отследить тот или иной телефон. При этом, если телефон потерян, можно выполнить удаленную очистку. Это работает и с iOS, и с Android, и, естественно, с Windows фонами. Для того, чтобы у вас было время на очистку конкретного устройства, применяются специальные ActiveSync политики, которые, как минимум, будут требовать от вас введения пин-кода при блокировке устройства. То есть это такой минимальный набор фич по безопасности, который должен быть. Если мы говорим про Outlook App, то вне зависимости от того, со скольки устройств вы подключитесь, Exchange будет видеть один единственный идентификатор. То есть один ID и отличить устройство, один телефон, второй, третий, вы не сможете. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что политики ActiveSync не применялись. Следовательно, никакие пины безопасности не работают. Ну и нет удаленной очистки. То есть вы потеряли устройство. Спасибо, компания Microsoft, за то, что тот человек, который найдет телефон, прочитает всю мою переписку. Вы не поверите, но это не самая большая проблема. Самая большая проблема всплыла дальше, когда Рене выключил свой телефон и по логам на своем реверс-проксе увидел, что идет синхронизация. Синхронизация конкретного ящика. Причем, когда он начал пробивать, с какого IP-адреса идет синхронизация, он увидел, что этот IP-адрес принадлежит Amazon Web Service, то есть облаку Amazon. И вот тут началось самое интересное. В результате короткого расследования всплыла информация, но она, может, и раньше была известна просто об этом, на это никто не обращал внимания, что Microsoft купила по старой корпоративной традиции компанию Accompli. Эта компания разрабатывала веб-сервис для пуша электронной почты. То есть, проще говоря, этот сервис подключался к почтовому серверу и синхронизировал почту, синхронизировал календари и выполнял пуш мобильных устройств. То есть при наличии нового элемента в почтовом ящике. Здорово. Что делает Microsoft? Microsoft купила эту компанию. Компания, кстати, работала в Amazon и работает в Amazon Web Service. То есть это облачный сервис. Делает ребрендинг. То есть Outlook Web App это просто-напросто приложение Accompli Frontend, которое синхронизирует почту для вас. Получается, что когда вы коннектитесь с Outlook первый раз, вот этот Frontend сервис, он кэширует ваш пароль, синхронизирует с вашим Exchange сервером почтовый ящик и при необходимости делает пуш-нотификацию вашего мобильного устройства. И синхронизирует он почтовый ящик, там даже написано, что календари синхронизируются. И если вы выключаете устройство, он все равно продолжает синхронизировать информацию. Потом, когда включите устройство, он сразу пачку выдаст. То есть основная проблема заключается в том, что а, Microsoft выпустила приложение, которое хранит пароли где-то, это где-то облачный сервис. И самое главное, этот облачный сервис даже не принадлежит Microsoft. Ну, на мой взгляд, к такому надо было людей готовить заранее, а не ставить их постфактум. Как я уже сказал, вот эти два поста в блогах, они наделали довольно много шума. Довольно известный специалист по Microsoft Exchange, Тони Редмонд, который является редактором Windows IT Pro журнале, он написал тоже пост, уже после этого, где попытался ответить на вопрос, действительно ли небезопасен новый Outlook. Пост довольно большой, вы можете его прочитать, но если так вкратце. Он говорит, ребята, ну это же человек из IBM, чего вы, мол, его слушаете? Ну, он нас не любит, поэтому вот такие гадости про нас и пишет. Ну да, человек из IBM, но он разве что-то соврал? Нет. Также Тони Редмонд рассказывает всю эту предысторию с покупки компании, которая находится в облаке, и подтверждает, что действительно происходит синхронизация почтового ящика, что пароли кэшируются. Ну и потом так говорит, ребят, ну это вы же европейцы, вы реагируете на подобные вещи, как бык на красную тряпку. Вот мы облака сказали, а вы сразу думаете, что вы нашу почту читаете. А нам, говорит, в Америке, в принципе, по барабану, мы не особо переживаем. Ну, говорит, можете потестировать это приложение, можете не использовать, все, все будет хорошо. Ну, тем самым он подтвердил, по сути, да, подтвердил предыдущие статьи, где указывало, что действительно почта синхронизируется, пароли кэшируются и так далее. То есть, да, действительно, действительно такая проблема есть. Microsoft выпустил буквально несколько дней назад новую версию приложения для iOS. И начал пытаться закрывать проблемные места. Во-первых, теперь можно через политики ActiveSync добавлять пин для мобильных устройств. Ну, то есть, телефон разблокируете, обязательно пин вводите. То, чего раньше не было. Microsoft добавила вайп. Ну, на самом деле, этот вайп, конечно, лучше, чем ничего. Но все равно не дотягивает до вайпа, который был и который есть для устройств ActiveSync. То есть, это вайп уровня приложения. Я специально вайпил свое устройство. И после того, как я завайпил устройство, буквально там через 10 секунд у меня выскочило окошко, что мобильная электронная почта только что получила повышение. Какое повышение? О чем речь? Но почта у меня не осталась на устройстве. То есть, все подключение слетело, нужно было настраивать заново. Но устройство, все приложения, все данные, все это осталось. Напоминаю, что если вы делаете вайп устройства ActiveSync, там устройство приходит к ранты. То есть, по сути, hard reset с потерей данных. Microsoft добавила в новой версии поддержку e-map. То есть, теперь можно и по e-map. И шифрование устройства можно включить. Что еще? Microsoft сказала, что в ближайших будущих версиях Microsoft планирует добавить поддержку Intune сервиса. Кто не знает, это облачный сервис для управления мобильными устройствами. Я думаю, как только они добавят Microsoft Intune поддержку, то у тех компаний, которые используются, управление мобильными устройствами особых проблем вызывать не будет. Более того, они анонсировали переезд сервиса в Microsoft Azure. То есть, они будут убирать из Amazon веб-сервисов. Но это как бы логично. И сказали, что вот это приложение, которое тоже появилось не так давно, OVA for iPhone, iPad, Android, пока оно остается. Но со временем он будет убран. И вот этот вот Outlook, он заменит приложение OVA для iPhone, iPad и Android. Вообще, вы знаете, в последнее время очень весело наблюдать за изменениями в продуктах. Выходит новый продукт, люди о нем еще узнать не успели. Я сейчас говорю про OVA for iPhone. Как тут же выясняется, что дальше он поддерживаться не будет. И теперь будет вместо него Outlook новый. Возникает вопрос, ребята, вы вообще чего-нибудь планируете? Или вот сегодня мы пришли на совещание и решили, что у нас будет такое приложение. Завтра мы решили другое. Как вы под это подстраиваются? Как планировать корпоративные стандарты? То есть, не знаю, на мой взгляд, теперь выходит как что-то новое приложение, пока оно три года не отработает. В корпоративной политике его не вводить. Странно. Окей, это изменения. По поводу блокировки. Поскольку пароли даже в новой версии хранятся за пределами вашей организации, возникает вопрос, как заблокировать подключение с этого приложения. Делается все довольно легко. Вы создаете новое ActiveSync Device Access Rule, либо Mobile Device Access Rule. В строке указываете, что блокируете устройства, которые представляются как Outlook for iOS and Android. И ставите Access Level Block. То есть, вот это правило, оно автоматически блокирует подключение с мобильных устройств, используя это приложение. Можно слегка модифицировать эту строчку и в конце поставить карантин. То есть, в таком случае устройство не блокируется, а попадает в карантин. Это уже на усмотрение администратора, будет ли оно работать или нет. То, что вы видите сейчас на экране, это письмо, которое приходит пользователю, который попробует подключиться к почтовому ящику, используя Outlook for iOS или for Android. То есть, сказано, что ваше устройство заблокировано. Извините, политика не разрешает. Так что, если не хотите хранить пароли за пределами компании, ну, вот данную строчку, данное правило доступа вы обязательно должны сделать. Итак, коллеги, спасибо за внимание. Я надеюсь, информация была для вас полезной. С вами был Рутилья. Всегда рад. До новых встреч.